Попаримся, накупаемся в полуге. Сейчас мы это все положим в печь и запекем в печенье. Гусь в духовке. Приятного аппетита, мы за вас покушаем. Пойдем. Еще хотелось бы пробанную печь, пока свет есть. У нас сегодня свет выключили. Да, авария, в деревне свет нет. А нет, про банный портал пойдем поговорим. Тоже идея банный портал получается. Печь я выложил, у меня два года тут ничего не было. Как бы идея зрела. Охота была, конечно, что-то сделать покрасивее. Развеет этот миф. У нас же обычно горят сапожник без сапог. И я, конечно, настраивался на это дело. Ну, вот тут тоже мотивация потом все-таки была у меня значительная. Закончить. Да, закончить это. Ну, чтобы приятно было действительно это. Так как сейчас люди ко мне приезжают, я никуда-то на объект везу. Хотите банную печь посмотреть? Да поехали ко мне. Могу попарить как бы без проблем. Все. О, раз зашли. О, все. А когда я печь утопил? Да два дня назад. А что так тепло? Вот такая печь как бы без проблем. И все. Есть что показать. Не надо там уже какие-то там картинки, фотографии. Приехали, могу попарить. Кому интересно, приезжайте. Напаримся. Вот накупаемся в проруби. В снегу можем поваляться у нас тут. Ну, и вот это уже, конечно, тоже с помощью болгарок. Фантазия. Да, я, если честно, то даже и не знал, что я умею резать. Просто вот по факту тоже получилось. Так заказчица нарисовала эскиз. Лежала с температурой 7 дней. И в общем, ну, она такая творческая личность. Причь того зрения. Да, не, она нарисовала. Она хотела красивую себе печь. Ну, там это отдельная история. У нас ушло на изготовление до печи полгода. С Александром Кутузовым там вот вдвоем. Я помогал, как бы. Я там вообще как помощник пришел. Ну, а в оконцовке вот. И заказчица-то нарисовала именно вот эти вот такие там тоже косо элементы. Как, с какой стороны подойти. И в общем. То есть от задачи, получается, появился элемент. Да, да. Была поставлена задача. И в общем, вот он, пожалуйста, на сегодняшний день. Естественно, сделали ей. И себе я уже не мог отказать в этом. Вот в такой красоте. И в общем. Это тоже царский кирпич. Да, это тоже. Несколько болгарок сразу порой в работе, чтобы вот один кирпичик довести. Вот до такого состояния уже. А здесь получается полка, да? Полка, да. Здесь, ну, еще. А, ну, хотел подсветку включить. Света нет, как бы. Ну, сейчас, я думаю, включат. Ну, да. Потом уже это. То есть тут тоже у тебя этот не пользуешься им? Или сейчас свет не будет? Утюг? Не, а вот мы же ведь ушли, видите. В оконцовке беспроводной утюг, пожалуйста. Раньше мы вот как бы уходили от этого. Сейчас опять пришли к этому. Ну, пользуюсь как-то один раз. Жена мне гладила рубашки. Без проблем. Конечно, нагрели, а что? Пожалуйста, ну, вот. Вообще-то. Он не то, что тут, как вот. Ну, конечно, по большей части для интерьера, да, тут. Полинницу вот такую тоже идея родилась. Единственная проблема, сейчас хочу поделить на три части, чтобы одну вынул, а две можно было, ну, лежать. А то с нижней можно лежать. Да, ну, чтобы поделить. А то у меня получается, я только сверху могу брать, а нижние так и остаются лежать. Ну, в общем, проблема. Слежек наполнило. Да, 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 на три отсека, как бы, вот, тоже идея, вот, пришла. Опять же, подглядел, ну, как бы, подсказали тут, общаясь. У нас же все в общении, много же, да, одна голова хорошо, а две еще лучше. Где-то с друзьями, где-то вот, мы же ездим, обмениваемся, да, и ко мне причинники приезжают в баню попариться, пожалуйста, как бы, рассказал, могу рассказать попарить, как устроено. И я также езжу, да, к другим коллегам попариться. В этом рост, получается, пообщались, а здесь снизу панно, да, получается? Ну, да, там кедровые шишки, единственное, у меня это, стекло в негодность пришло. Ну, это я сам уже, я просто раскаленные вещи на него положил, оно полопалось. А так, триплекс очень плотное, ну, в общем, я сам. То есть, можно ходить по нему? Да, да, ходить можно, как бы, без проблем. Так, а что сейчас лестницы делают стеклянные, здания полностью стеклянные делают? Сейчас технологии очень хорошие, шагнули мы далеко. Это печь вот тоже полностью из царского кирпича, исполнение. Ну, здесь резьбы никакой нету, единственное, вот, конечно, обработки. Ну, без резьбы работы довольно-таки много получается. Ну, и вот сейчас щиток можно, конечно, взять, прибор промерить, сколько вот сейчас? Ну, градусов 70-80 идет излучение. Можно даже не поддавать, уже получишь раздоровительный эффект. Вот именно вот эта лучевая энергия от керамики, она вглубь прогревает до 70 миллиметров все косточки, все внутренние органы. Почему мы и спали раньше-то на печах? Почему готовили в русских печах? Это же шедевр, один раз протопил, весь день готовишь. Кажется, ну, вот, нереально. А все реально. Ну, а так, сколько топишь, чтобы вывести на режим? Ну, вот, вывести, ну, 3-4 часа температура, ну, градусов 70, точно есть? Да, уже 72 градуса. Так вот, еще эти печи, чем они хорошо, видите, они безопасные. Я, когда ее делал, думал, какие-то перила тут надо делать, это же одеть, и все, куда-то прилипнет, там все. Они безопасные. Ну, сколько благородное тепло. Что, да, ты не сможешь вот на нем сидеть, не сможешь его в руках держать, но об него не обожгешься. Вот сейчас-то сколько? Ну, сейчас градусов 70, наверное, но все равно вот рука терпит. Всего вот эту безопасность, это она на первом месте, конечно. Ну, что, об нее не обожгешься. И у меня дети с удовольствием в этой бане парятся, и что вот, ну, вот уже, в общем, такая традиция у нас уже каждую. Ну, выходные мы у нас баня, в любом случае. И в основном, получается, ты вот на, если банной печи ставишь, рекомендуешь вот такую технологию, ну, вот как, 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 как свои практикуешь, так скажем. Да, нет, я людям предлагаю, то, что предлагаю, да, как бы, я могу разные печи делать, да, ну, у нас же есть костиного, прямого нагрева, да, там. Ну, мне вот эта модель, она больше нравится. Я могу с полка плескануть на камне, как бы, без проблем, да, не промахнусь, ничего. Ее можно, даже пока в процессе топки, можно уже принимать парную, несмотря на то, что там у нас огонь. Ну, что вот... Ну, это постоянно действует уже у тебя, правильно? То есть, воду, когда мы льем, она никуда не попадет. Да, ну, здесь бункер для камней, естественно, костиного нагрева, прогревается бункер, ну, все зависит от количества, ну, качества дров, какие древесины, какой влажности, какую температуру, потому что, естественно, если я, допустим, листиком сухим топлю, да, у меня, конечно, там 900 градусов, у меня и шамот полностью ядро красное прогревается, а если это там какая-нибудь осина, вот, ну, дровы, дрова любые берем, как бы, выбирать-то не приходится особо-то. Где-то и осиной приходится топить. Естественно, она горит быстро, жара уже такого нету, как от березы, от листвяка, и уже, естественно, дольше. А вот и пока топится в процессе, можно уже пойти получить все равно заведение. Даже можно ее использовать в разных режимах. Можно из нее сделать полностью режим хамам. Вот тут можно сейчас влажность нагнать 100 градусов, но это уже, конечно, сейчас-то уже не нагоним, потому что сейчас уже печь уже созрела, да, уже 70 градусов. Ну, когда на градуснике 40 градусов, то здесь можно полностью, вот, такой вот туман тут навести, и до 70, и топим, и вот, комфортно. Комфортно, надо, если подал парку, догоняешь сколько надо, там, как бы, конечно, если пару ковшей прискануть, то сразу на пол охоты лечь, потому что на полках уже не выдерживаешь. Такая уже, ну, именно комфортно, вот сейчас посидеть, погреться, пару поддать, и уже этот джерт. Там, сейчас почувствуем, сейчас поддадим, чтобы нас тут не снимали галапузами, мы без камеры уже попаримся. Да, суть в том, что не брюхо вспарываем, а именно спину, со спины вскрываем, и получается вот такой мешочек, и весь сок, весь жирок, все остается внутри. Да, теперь правильно все во внутрь, да? Да, 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 да. Один сюда, один сюда. Вот, два штуки, уже проверили. Вот такой, пять метров, сколько надо, отрезаем. Красота. Все, гость в духовке. Что? Да, не успели и попариться, рыба уже готова. рыба она же есть рыба вот пожалуйста сколько прошло 30 минут да какие 30 ну сколько мы один заход мы за 30 минут мы бы сами бушек рыба вы стали в этой парной все поймете да за на уже кипит приятного аппетита вы за вас покушаем и чужую сказать вот этот прибор который мне кузнецы исполнили чем его удобство первое то что он висит что он не стоит допустим это подмести по протереть мне не надо переставлять эти фигуры он всегда висит на своем месте вот это вот площадка нижняя от кочерги да не остается следов но она тоже дополняет как бы вот все одной теме кочерга прошу заметить кочерга совок длина 900 миллиметров именно для этой печи потому что когда я допустим вот сажусь за печи и она когда работает температура очень большая естественно я одеваю верхонку и через верхонку это руки обжигаются мне там где-то подправить и такой кочережки ну куда-то пододвинуть угольки разровнять новую партию дров заложить удобно ну вот как вот могу посоветовать вот возьмите на вооружение хотелось бы подытожить сегодняшний вечер на сегодняшний день но уже вечер да я думаю что интересно было послушать по кирпичу твой опыт что поделился попарились баньки прямо до отпустили на на прочувствовать да да прочувствовал то есть теперь я знаю в каких-то кому ездить и вообще ну то есть только скажите бань это готово всегда я живу здесь и вообще поблагодарить что принял на паил чаем на травах все было очень здорово вкусно так что будешь звать будем приезжать в гости как и всегда не от меня что сейчас скажу двух словах мои двери всегда открыты как бы приезжайте в любой момент когда вам удобно естественно сейчас все с помощью телефонов вообще как бы без проблем да можем созвониться даже на расстоянии 100 километров даже если меня здесь не будет у меня здесь живет друг который может затопить эту баню без проблем она будет всегда готова так что хочу пожать руку спасибо большое что принял в гости так что ну и вам да я тоже рад вас конечно здесь видеть что вот вы все-таки добрались и до нас до глубинки до нашей до сибирской приезжайте мы всегда рады с распастертыми руками будем вас встречать хорошо принято все спасибо ставим лайки подписываемся спасибо Продолжение следует...